Эта книга очень серьезное и радикальное лекарство для многих, особенно людей славянских культур, из мира музыки. К тому же очень горькое лекарство. Она ломает представление о большом историческом срезе культурного и политического пути, пройденного народами Советского Союза и странами, так или иначе попавшими под влияние в орбиту этой опаснейшей исторической аномалии, повлекшей в тупиковом направлении сотни миллионов людей за собой. К вырождению гибели, духовной и физической. Люди, бывшие пленниками этой агрессивной и страшной операции насильственного упрощения человека, ради превращения огромных масс в легко манипулируемых животных, верящих и одобряющих, в кавычках, «счастливое существование в земном рае», тоже в кавычках, конечно, до сих пор не понимают, что все, что существовало в рамках этого исторического отрезка времени, было отравлено тем же ядом искусственного упрощения человека. духовного умерщвления, всего живого, что способно жить свободно, а значит в диалектическом противоречии идеи и чувств, в критическом осмыслении жизни. Как индивидуальной, так и общественной. То есть бытия и быта в самом широком смысле слова – живой жизни. Самое страшное разрушение произошло не с так называемыми массами, о которых в торопях подумает самонадеянный интеллектуал, да? Так как массы подаются манипуляции с большой легкостью, и именно на них рассчитаны все эти технологии историко-политических операций на мозг и на души. Ужас в том, что так называемый интеллектуал попадает уже во втором поколении в ловушку, приготовленную для масс. Интеллектуал – это тот, кто стремится сохранить себя прекрасно. Любовь к красоте, утонченности и всему, что делает человек неповторимой индивидуальностью. Такие люди кидаются в художественные галереи, концертные залы, театры, философские дискуссии и прочие отдушины для ума и сердца во времена исторического помрачнения умов. А там его поджидают те же монстры, которых интеллектуал, человек, стремящийся к совершенствованию и индивидуальной красоте и свободе, принимает за маяки красоты и мысли, на которые так или иначе он опирается и которому доверяет. Так как другого выбора-то нет, весь мир вокруг него изменен и все уже действует по другим законам нового исторического времени. Изменена атмосфера, биосфера, культурная сфера бытия человека. Тьма опускается над всеми в равной мере одинаково, на всей жизни, включая и мир так называемого прекрасного. Уйти от времени нельзя, можно только погибнуть. В знак протеста и несогласие с этой нежитью погибнуть больше ничего нельзя сделать. Все овладевает миром, тьма такая спускается на всех в равной степени. И стать частью этой нежити – это единственное, что можно сделать, так как живое не может существовать параллельно и в рамках этого нового мира. Его убьет неживое сразу, автоматически. Наивность несчастных людей, ставших жертвами этого эксперимента, не знает границ. До сих пор мир находится под гипнозом невероятных успехов, в кавычках, этой темной силы, разрушившей живое в самом сердце красоты и искусства музыки. Поэтому одним из главных героев этой книги выбран идол этой эпохи – Рихтер. Фира по прозвищу данному в юности другим зомби-музыкантом – Ростроповичем. Эти люди до сих пор оказывают свое смертоносное влияние и воздействие на музыку, разлагающее воздействие. Они живут в чудовищных количествах их записи, в миллионах умов, уже в третьем поколении изуродованных душ и сознания людей самых разных народов. Их разрушительное воздействие на умы и души людей более страшное и действенное, чем разрушение немецкого нацизма и русского коммунизма. Если те убивали людей физически, пытаясь изменить политическое мышление, то эти убили людей духовно-эстетически, изменив не политическое мышление, а эстетический взгляд на самое дорогое – музыку и красоту, то есть на жизнь. Изменили понимание красоты как явление свободы и жизни, заменив ее мрачным насилием над красотой, увенчавшимся полным успехом благодаря гениальным способностям воздействия на людей и неиссякаемой жажды доминировать, как неиссякаемая эта жажда у всех маньяков, изменяющих и нарушающих течение жизни и времени. Придет время, когда люди поймут и поставят имена Рихтера и ему подобных в ряд с Гитлером и Сталином. Так как разрушения, произведенные в сознании людей этими монстрами от музыки, страшнее физического уничтожения и труднее подается выявлению и излечению. На восстановление от духовных разрушений уйдут поколения людей. И это обновление пока и не думал начинаться, так как до сих пор люди не имеют понимания, что такое это было. Какой ужас произведен над умами и душами людей и продолжает производиться маленькими последователями этих Рихтеров, Гелельсов, Мравинских, Ростроповича и многих других, уничтоживших живую душу человека. Любовь, музыку, свободу, непосредственность мыслей и чувства. Вот с этой позиции, с этого угла зрения еще никто не заглядывал в пропасть, которую загремело человечество под влиянием темной силы, пришедшей с Востока из разлагающейся в агрессивной агонии империи зла. Со всеми ее представителями того, что люди приняли за культуру и до сих пор принимают за культуру. Настолько гениальны были представители этой зомбической антикультуры, которая, как осколками кривого зеркала снежные королевы, замусорила души и глаза миллионов людей на планете. Судьба столкнула меня в прямом, близком контакте с этими чудовищами в образе людей из мира прекрасного. Вы все это найдете в книге. Драматическую историю осознания пропасти, опасности и ужаса ситуации, с которой мне пришлось искать выход в одиночку, так как единомышленников и коллег, как вы понимаете, у меня не было и даже теоретически быть не могло в этом жутком духовном тупике, в каком оказались целые народы и вся культура в целом. Не только в так называемом СССР, но и в побежденном им мире красоты и музыки. И во всем так называемом западном. Первый раз я так подробно говорю о роли, которую в этой книге играет Рихтер, как самый темный и сильный представитель сил антикультуры, империи зла. Я надеюсь, эта книга поможет многим ответить для себя на больные вопросы. Открыть глаза на многие предметы и явления, освободить душу и сердце для живительной свободы, отсутствия которой очень часто люди, не имевшие и не испытывавшие никогда свободной независимой жизни и мыслей, даже не понимают и не чувствуют. Являясь от рождения уже измененными людьми, которые им не дали испытать главные радости жизни, свободы мыслей и чувством, которых с детства, с рождения, а дня ли ампутировали чувство красоты и живой музыки, которых воспитали и воспитывают на мертвом искусстве, обрекая этим на мертвую жизнь. Жизнь, лишенную чистого света и тепла, которая дает только свободное искусство и способность его видеть, слышать и ощущать. Кроме того, в этой книге, лишь замаскированной под автобиографию, вы увидите в известных вам персонах, в живых портретах и зарисовках отражения эпохи, агонии и умирания громадной империи в лицах, в лицах прекрасных людей, с одной стороны, а также вы видите изнутри вплотную прогнивших уродов, упырях, руководителях умирающей империи, с которыми с самой ранней юности меня столкнула нос к носу, моя очень странная судьба. Это портрет эпохи в лицах, знакомых всем в лицах, поэтому каждый сможет пережить с автором непосредственно и близко все события этой трагикомической истории. В этой истории много смешного, так как мне удалось уже в детстве увидеть фальши, фарсовость, гротеск и адскую карикатурность жизни страны, в которой довелось родиться. Прошло уже шесть лет. Книгу прошли русские. Первые два-три года, кроме недоумения, с одной стороны, и адской злобы с противоположной, ничего не последовало. Книга была негласно запрещена к печати. Одно смелое частное издательство с опозданием в три года все же напечатало ее в России. Она постепенно становится известной в русскоязычном мире, и кое-кто уже начинает смекать некоторые слои повествования. Что к чему? Книгу читают англичане, немцы, американцы, австрийцы, швейцарцы. Европейцам легче воспринимать свободомыслящие тексты, и их мозги и души не до конца заштампованы, как у жителей тоталитарного общества. Но хочу сказать, что я не видел ни одного человека, который бы понял авторский замысел во всей полноте. Даже мои лучшие друзья спрашивают меня иногда, скажи, а вот о чем эта книга, зачем ты ее написал? Это удивительное непонимание и свидетельство о том, как глубоко поражены души и сознание разложено у всех, как глубокие болезненные проблемы, поднятые в этих текстах, они касаются далеко не только русскоговорящих. Так называемый Запад уже давно пал жертвой адского разлагающего влияния, своего организирующего, но по-прежнему смертельно опасного восточного соседа. Демократия смогла справиться политически с фашизмом, тоталитаризмом во многих странах, но у демократии нет инструментов, кроме политических и экономических, в крайнем случае военно-политических. Тоталитаризм смекнул, что пробивая бреши в культуре западной цивилизации, в культурной жизни западной цивилизации, он еще более радикально и подавляюще сломит очаги свободы, которые дали нам руки современную культуру христианской цивилизации. Особенно ценное ее достижение в искусстве – это великая музыка, которая у нас есть. Толпы настоящих зомби, мертвых, запрограммированных на механическое, тупое воспроизведение звуков музыкальных гуттапирчевых рабов заполнили мировую сцену и продолжают отравлять публику повсюду. Армии мертворожденных педагогов переместились во все страны мира и уродуют сызмальство людей европейской цивилизации уже во втором поколении. Практически сегодня весь мир лишен живой, свободной, художественно-ценной музыки, особенно в исполнительстве. И эту гибель живого подготовили и сделали, возможно, те люди, которых вы встретите на странице этой книги. И увидите их воочию, или не увидите, это зависит от вас, как разрушало сознание людей на планете, особенно та ее часть, которая создала европейскую культуру. Желаю всем приятного и полезного чтения. Читайте книгу, попробуйте посмотреть моим взглядом на жизнь, который для большинства отравленных эпохой людей до сих пор оказался неприемлемым.